мы записываем хорошо давайте откроем пожалуйста первых первое послание петра и первую главу и петр продолжается на свое обращение пришелся так он начинает свое письмо пришелся рассеянным в турции по турции то есть по нееврейским частям земли скажем так и его слова они верны не только для тех те времена рассеянным по тому миру а нам последним по нашему миру пока мы странствуем пока мы путешествуем по этой жизни то есть мы признаем что вот эта жизнь здесь это время здесь это временное кажется что достаточно долгое и пусть чтобы это было хорошо и долго и дольше да вот эта наша жизнь но чтобы мы достойно но проводили вот это время на земле чтобы мы жили для Бога, он и пишет вот здесь 17 стиха по 21, давайте мы вот эти стихи, мы прочитаем, и просто вот то, что он говорит нам, россиянам, и по времени, вот от того времени, в который он написал свое письмо, и нам, ну, на расстоянии в россии, ну, вот и по местам, и по времени, хорошо, давайте 17 стиха по 21. Если вы называете отцом того, которого нелицеприятно судит каждого по делам, то вот со страхом проводите время странствования вашего, зная, что и не длинным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. На драгоценном крови у Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Уверовавших через него Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое, хотя написано так давно, все так и имеет место, и имеет применение в наше время, в нашей жизни. И мы будем благодарны Тебе за то, что есть полза буквально в каждом слове этой книги, которую мы открыли вместе. Мы просим о том, чтобы сейчас мы были наставлены в Твоих путях, чтобы мы жили на этой земле, как мы должны, исполняли то, что мы должны исполнять, убежали от того, которое мы должны убежать. Благодаря Тебе мы просим, и дай будрости мне, чтобы я только сказал то, что я должен, и нам, и уши, чтобы слышать то, что здесь сказано. Мы просим и молимся во имя Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Амин. То есть, если Бог стал нам уже Отцом, как сказано в 17 стихе, и если вы называете Отцом, то есть, если мы называем Бога Отцом, ну, того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. То есть, если Бог действительно стал нам Отцом в Духе, в Истине, то есть, очень наши, это не только, ну, по красоте слов, это, ну, и выражает реальность ситуации для возрожденного человека, который родился свыше, ну, для того человека, ну, для тех людей Бог стал нам Отцом, ну, на духовном плане стал нам Отцом. И если мы Его называем Отцом, да, то мы должны и проводить вот наше время на земле именно, ну, в любви и в страхе перед Ним. То есть, Он святой, и мы хотим Ему угождать во всем. То есть, это как отношение, ну, к очень хорошему Отцу. Не всегда бывает, что трудно быть идеальным Отцом или идеальной Матерью, ну, то есть, и мы, ну, то есть, каждый человек, будучи человек, то есть, имеет свои недостатки, то есть, идеал в этой сфере, ну, быть Отцом, ну, мы не всегда знаем на опыте, что это такое, что мы и любим, и мы боимся, ну, до такой степени, да, ну, ну, того Отца, если, ну, среди, вот, ну, людей, то есть, ну, говоря о людях, да, ну, говоря и перед Богом, что мы и любим, и мы боимся до такой-то степени, потому что вот Он все-таки, Он судья, да, и мы, значит, что мы и должны иметь в виду вот и это, то есть, если мы боялись просто, это было бы неправильно, а если мы только были абсолютно, ну, спокойно относились ко всему, что мы делаем, и так представляли себе, что Бог будет принимать все, что мы делаем, какого-либо качества, ну, то вот это тоже не то, так как, ну, для, ну, ребенка, ну, то есть, ну, он ожидает любовь, да, но если ребенок, ну, неправильно поступает, если, ну, что-то не то не делает, то есть, он ожидает, ну, наказание, исправление, и нам тоже, то есть, в течение вот этого странствования. Если мы называем Его Отцом, ну, то вот это подходит, вот, и нам, да, и если так, мы должны проводить, вот, ну, это проводить и провести, проводить, да, это одно направление, проводить или нет, если длительное, вы хотите сказать, то проводить. Проводить. Ну, зная что-то, да, 18 стих, то есть, мы должны проводить вот наше время здесь, на земле, ну, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнеца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, то мы должны, ну, проводить наше время, ну, как те, которые искуплены, ну, дорогою ценою, ну, то есть, ну, платежом, ну, дорогой цены. Никакого количества, ну, золота или серебра могло, ну, в силе нас освободить от грехов и от рабства, ну, преданиям, традициям, ну, отцов. То есть, они просто не в силе, сколько бы ни было у человека, ну, денег, он не мог вот эту, ну, свою свободу, ну, купить, да? А мы, зная, что мы искуплены, который, возможно, только всемогущему и всемвидящему, премудрому Богу, единому, ему, возможно, задумать такое искупление. Не только задумать вот это искупление, но и исполнит все в этом деле, да? И вот о чем идет речь здесь, да? Ну, в 20 стихе ну, сказано, что Бог придумал, да? Преднашено, ну, то есть, говоря о Христе, предназначенного еще прежде создания мира. Ну, то есть, предназначен прежде, ну, до создания мира. То есть, Бог, ну, задумал искупление до создания мира. То есть, когда ничего не было, да, ничего не существовало, но все было Бог. Бог, ну, единственной суши был Бог. А теперь мы можем сказать, что мы, ну, существуем, то есть, мы имеем вот это, мы есть в этом смысле, но в то время один Бог был, один Бог есть, скажем так, в то время. И в то время, тогда Бог предназначил спасение. То есть, предназначил Спасителя, да? И предназначил самого себя, то есть, Бога Сына, но в качестве Спасителя. Пока это только Он в вечности. Не было неба, не было земли, не было Вселенной, не было материала, ничего не было, только Бог был. Не было времени, потому что ничего не изменилось, не было ничего, которое могло бы изменяться, Бог не изменен. То есть, никуда ничего не ставить, потому что нигде не создано. Ну, то есть, в это время, когда абсолютно один Бог был, Он предназначил Иисуса Христа, то есть, Сына Божия, ну, Спасителя. И если мы об этом размышляем, ну, о таком предназначении или предопределении, об этом намерении, о таком намерении, о таком плане, это как бы нам непостижимо просто. Как нам постичь, вот, ну, такая даже идея о том, что, когда ничего не было, ни человека, ни земля, ни окружающей, ну, земли, ничего не было абсолютно, а Бог уже предназначил искупление. Непостижимо для нас. Но, в 20 стихе, ну, говорится, да, но, что предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена, ли о вас. Ну, вот, это уже ближе к нам. Говорится о том, что Бог уже, ну, идея была в том, чтобы Бог сам, ну, воплотиться. То есть, Он возьмет на Себя человеческую плоть. Без греха, ну, потому что, ну, в нашей плоти, вот это, это, есть этот грех, но во Христе не было вот этого греха. Но все-таки Он брал на Себя нашу плоть. Ну, вот это, как бы, мы можем понять. Это уже стало, ну, доступнее намного. То есть, что, ну, Иисус Христос, ну, пришел на землю, родился, ну, и стал плотью. Если есть то на земле, которое мы понимаем, это плоть. Да, это, ну, мы очень понимаем. Да, то есть, мы понимаем, что это такое желать или нуждаться, ну, есть, и пить, и спать, и все прочее. Ну, вот это все наш, наш опыт на земле, ну, в жизни. Но Бог сам, ну, вошел в этот мир, и не только вошел в этот мир в каком-то духовном смысле, но именно в физическом смысле, и в эту жизнь, и даже в эту, похожую на нашу плоть. Он вошел в это. И это Божья цель, это Его, ну, предназначенный путь нас освободить от греха и от, ну, суетной жизни, преданной нам от отцов, чтобы Бог сам, Бог Сын, стал плотью. И вот что и, ну, случилось. Слово, Бог Сын, ну, стало плотью и обитало с нами. То есть, вот о чем мы поем или собираемся петь, ну, к Рождеству, это именно об этом великом событии, о Его явлении, ну, в последние времена для нас. Но это, ну, и что-то уже доступнее. То есть, мы не говорим о вечности, мы говорим о времени, мы не говорим о каком-то далеком, который, ну, в котором ничего не было, кроме Бога, а мы говорим о том, об этом мире, где все абсолютно есть, ну, в окружающей среде, конечно, ну, это, ну, древнее время, но все-таки в наш мир, абсолютно, и все, что было, ну, в то время, и сейчас, и остается, но, но все-таки, да, это становится странным для нас, что так великий Бог, который мог, ну, задумать весь этот план искупления, может исполнить этот план сам, и во плоти, то есть, это то, что нам знакомое, становится немножко чужим в том, что вот мы говорим о том, что Бог стал плотью и обитало с нами, и Он предопределен именно на это, и Божьи мысли были вот это и сделать, и Он это уже и сделал, и не только, что Он просто брал на себя ну, плоть, эту плоть, но Он брал, но взял на себя эту плоть, чтобы страдать, чтобы пролить свою кровь за нас, то есть, это не только, чтобы как бы учить, хотя Он учил, и прекрасно учил, не только, чтобы оставить нам пример, вот, образец жизни, или что-то похожее, нет, Он пришел именно, чтобы страдать, и чтобы умереть, в этой же плотью, которую Он взял на себя, и еще становится нам трудновато постичь, и вот это, но с другой стороны, то есть, если далеко, предназначенного, ну, Богом до создания мира, вот как это понять, но с другой стороны, ну, ближе к нам, как Богу стать плотью, чтобы исполнить все, что Он задумал так, ну, так далеко, ну, давное время, ну, вопрос в том, знаем ли мы это, да, то есть, мы должны проводить, вот, наше время, но странствование по этому миру, зная вот это, а знаем ли мы это, да, и живем ли мы, как, ну, люди искуплены, ну, таким великим Богом, такую дорогую цену, ну, как мы, ну, то есть, это, если мы, вот, и мы должны об этом размышлять, это оставило нам, чтобы мы размышляли об этом, да, что Бог так возлюбил нас, что Он и задумал весь этот план, но и Сам исполнил, то предназначенный на это до создания мира, а явившиеся, ну, последние времена для нас, то есть, это уже сделано, ну, задумано кем Богом, а сделано, исполнено, исполнено, ну, кем? Богом. и мы как бы объекты вот этих мы, этих мыслей, вот этой любви, этих намерений, пока нас не было абсолютно, да, и способом Богу стать человеком, ну, то есть, это только Бог мог бы придумать такой путь, да, только Бог, то есть, никто, если человек, ну, ну, то есть, человек может придумать законы, очень хорошо, вот какие-то правила, надо не грязную еду есть, надо хорошую еду есть, вот это как раз, ну, по-человечески, да, и по поведению, да, вот это, может быть, не убивать, мы могли бы вот это по совести, просто, который Бог, ну, посадил, ну, глубоко в человек, ну, вот эта совесть, может быть, мы могли бы создать это моральный закон, поэтому находится, ну, всех, может быть, других, главных, вот эти, ну, основные, ну, заповеди, да, то есть, это как бы, даже мы можем это, как бы, ну, постичь, а то, что Бог, ну, пока мира не было, пока никого не было, любить, Бог так возлюбил мир, что вот и создал все, и потом и сам и пришел в этот мир, чтобы сам искупить нас, никто не мог это придумать, ну, придумать, да, то есть, это абсолютно не от человека, да, от человека, но создавать, ну, кодекс законов, да, поведение, хорошее поведение, это делай, это не делай, да, и, ну, но это такое, ну, такие представления о Боге так великом, чтобы, ну, это задумать, вечности, и исполнить сам, ну, став человеком, вот это уже не от человека, это абсолютно не от человека, ну, Петр нам говорит, ну, проводите время странствования нашего, зная, да, что об этом, да, и именно имея вот это знание, и, ну, имея это в виду, то есть, это изменит нашу жизнь, если мы будем сначала верить в это, конечно, это спасение, верить в это, но и будет изменять нашу жизнь, поскольку мы держимся вот этой истины близко к себе, что мы участвуем в этом, как, ну, любимое Богом, как, ну, для кого вот это было сделано, для кого это было задумано Богом в вечности, исполнено, явившееся, ну, в одно прекрасное время, но, 2000 лет назад, ну, как, если вот это уже на первом фоне, а не на втором или третьем, или где-то просто в куче мыслей, которые, но, если это, ну, действительно, вот, мы это, мы знаем вот это, то, вот, как проводить вот эту жизнь, имея вот это уже, как бы, ну, в своем сознании, и поэтому и жить, да, ну, и еще здесь сказано, да, в 18 стихе, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, то, что вот это искупление, это было искупление от чего-то, ну, основная идея искупления, это освободить, ну, оплатой, ну, цены, это понятно, да, оплатой, ну, платить, ну, платежо, цены, да, то есть, ну, человек в рабстве находится, то есть, ну, в некоторых смыслах, да, рабство греху, рабство, ну, силу, силе греха, да, и рабству, вот, суетной жизни, преданной от отцов, и, ну, с Божьей точки зрения, который смотрит на духовную ситуацию, на духовное положение, ну, людей на земле, мы в рабстве, и греху, и силе греха, и суетной жизни, преданной от отцов. Но мы понимаем, что Петр пишет еврейским христианам, ну, с одной стороны, которые родились и выросли, и воспитывались в еврейском мире, но они пишут, ну, язычникам, которые ничего не знали о Божьем законе, которые были чужды, ну, всему, что, ну, касалось единого, ну, настоящего Бога. Ну, уже во время Иисуса, ну, еврейская религия, вера, ну, Ветхого Завета испортилась преданиями, ну, коррупция, процесс коррупции, так, во время, ну, Иисуса уже к тому времени, наверное, раньше, да, это стало суетной, но это было, должно быть, Божьему, по Божьему закону, ничего суетной нету в этом деле, это должно быть достойным, да, духовным, но стала суетной эта жизнь, потому что вместо, ну, Божьего закона, ну, ну, начинали, ну, вести всякое, ну, человеческое предание, то есть, Бог так сказал, а вот раввины, да, они говорят и столкуют вот таким образом, да, и Иисус об этом говорит, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делайте многое с Ему подобное, то есть, ну, штука в том, что в то время уже, ну, и даже еврейская жизнь, ну, иудейская, религиозная жизнь стала суетной, это не должно быть, в принципе, если духовно исполнять, ну, и закон, это могло бы быть достойно и полно, да, но получилось и суетной, то, что не получилось, то есть, ну, вырасти и воспитываться фарисеем, человек, это уже благеозный, да, но это не спасение, и это именно суетная, но по образу жизни, потому что устраняют то, что Бог сказал, чтобы делать какие-то правила свои, ставить свои правила, не говоря о заблуждении язычников, да, то есть, которые абсолютно испорчены с самого начала, не имея никакой истины, это просто ложь, сатаническая ложь, ну, то есть, суетная, абсолютно, с начала до конца, ну, то есть, но Иисус Христос искупил нас от суетной жизни, преданной нам от отцов, и так и нам тоже, да, ну, который от того, от той суеты и заблуждения, которые мы получили, приняли от, ну, своих отцов, то есть, если вот это, ну, те традиции, ну, православной церкви, то есть, если то, что западает, ну, наверное, где-то ядро истины и есть, да, можно найти, но надо искать, как бы, под слоями вот этих преданий, всяких, ну, традиций, вот, и чтобы вот ядро Евангелия найти, да, ну, получается, ну, суетная, тоже, ну, и, ну, не говоря о том, что, ну, жизни, которые, ну, при советском атеизме, ну, то есть, это будет суетной, ну, то есть, не без ползи, то есть, чтобы люди, ну, получали образование, или, чтобы получили, ну, жилье, или что, то есть, это не что, но, но, на духовном плане, ну, что говорит о атеизме, ну, трудно сказать, что-то хорошее, об атеизме, правда, да, то есть, это суетная, все так, на духовном плане, не говоря о том, ну, при котором я, я вырос, что я получил, то есть, я не говорю, что вот здесь вот так а у нас вот нет я тоже ну суетной суету я воспитан но воспитывался в суете ну по преданиям ну как мы мои родители поняли как и где я учился да то есть все одну тоже суетная жизнь который я принял от отцов по преданиям отцов да то есть мы все но все это это ну это правство вплоть от ну как бы от еврейского фариса измада вот это от этой но суетной религии до нашей современной как бы безбожьей жизни это суетно это суетно абсолютно суета пустота а мы избавлены мы спасены мы из мы куплены из рабства из но из рабства всему этому чтобы и знать и жить для бога живого то есть вот в чем суть вот этого дела да что мы искуплены и в этом смысле да и 21 стих говорит уверовавших через него то есть через из иисуса в бога который воскресили его из мертвых и дал ему славу чтобы вы имели веру и упование на бога то есть нам сейчас ну жить по вере и в надежде о том что бог обещал и живом общении с богом то есть вот в чем суть вот этого всего не в религиозных церемониях не но свеча на свечки на свечки до свечками да и но святой водой и всякие праздника и поста и не в пустых соображениях о том что но вселенная состоит из энергии которые мы должны владеть если мы правильно если мы будем исполнять все законы и вселенной да правильно в гармонии вот это всякий вот это но это суета тоже суета да ну и потому что это все вот ну не по суете этого мира который имеет ну разнопраздных в разнопраздные формы от полноценного религиозности набожности но долл без божества абсолютно с метафизические всякие ну ложное представление высокое о том что мы будем все мы становимся богом но богами сами да еще прочее да то есть это все это всех всяких разных да а нам и просто жить по вере в единого бога великого бога который и предназначил этот план спасения и сам исполнил и сам проделал свою святую безгрешную кровь взяв на себя нашу плоть чтобы пролить эту кровь без которой нет нет свободы от суеты и от наших грехов главное да и в это но таким образом проводить время нашего странствования да то есть в страхе и в любви как своему отцу небесному и зная зная эту истину но по которой ну сделал нас свободными да вот так мы должны жить но по времени вот этого странствования это временное и кстати вот то что мы проживаем здесь это временное о котором мы говорим что мы знаем вот это вечное да то есть это не отнимется не изменится не ну то есть это но это не перестает не перестанет быть тогда когда физически и вот это тело в котором мы живем но в прах вернется а вот эта истина остается останется наша душа если это спасена то есть мы просто к богу живому но это все начинается в этой жизни но мы должны и знать об этом искупление да и жить с этим на первом фоне на первом фоне потому что представьте себе что такое быть возлюбленными но вот такой великой но таким великим богом который и задумал и исполнил который предназначен был на это явился чтобы это все сделал все сделать и сделал а нам и верить в это и по этой же вере и жить ну про но проводить наше время на земле к божьей славе вот что ну петр на чем он нас напоминает и да чтобы мы так и делали если мы не уверовали бы но именно в эту кровь в иисусу христа то вот это следующий шаг если мы уверовали то это имеет абсолютно на первом месте своей жизни и оценивать мы можем но все вот что касается нас мы принимаем решение именно во свете этой истины хорошо давайте станем мы помолимся дорогой наш небесный отец мы благодарим тебя за слово твоего за побуждение к святости и за наставление духовной истины о том что действительно прежде создания мира был создан этот план и в полноте и времени исполнен и одним и тем же богом просто богом отцом и богом сыном на земле а как нам это понять постичь но в это верить и так и проводить наше время странствование на земле помоги нам верить все крепче и все больше тебя оценивать все во свете этого того что мы знаем чтобы мы достойно жили и к славе божье и к наши наши позже нашему вечному благу мы просим о твоей помощи нам в этом чтобы если мы в чем-то согрешили чтобы мы исповедовали вот эти грехи и были очищены от всякого всякой нечистоты благослови нас мы просим во имя иисуса христа с благодарностью мы просим амин